Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы в рамках нашей рубрики «Культурная революция» знакомимся с деятелями культуры, которые, возможно, и станут этим орудием этой культурной революции. Наша задача — посмотреть, с кем вы деятели культуры. Сегодня мы ведём диалог с Владимиром Михайловичем Олейниковым, которого можно охарактеризовать как признанного отца Петрова и Васечкина, сценариста, драматурга, режиссёра, писателя, кроме того, художественного руководителя театра «Анты», о котором он, наверное, сегодня расскажет. И что можно о нём сказать? Заслуженный деятель всех искусств. Владимир Михайлович, расскажите, как вы прошли путь от Петрова и Васечкина к мятежникам. Как этот путь у вас получился? И вообще? Как так получилось, что сейчас вот вы пока на мятежниках? Хороший вопрос. Мы же меняемся по мере того, как мы живём. Может быть, не очень это явно для кого-то, но, безусловно, меняемся, да, потому что мы растём, по крайней мере, внутренне растём мы, что-то познаём, что-то на нас оказывает влияние, мы, безусловно, меняемся. И к моему уже достаточно серьёзному возрасту, да, уже ты понимаешь, что ты не можешь делать ничего проходного, ничего как бы такого, что не повлияет на что-то. Хочется сделать, если уж ты берёшься за что-то и тратишь на это силы, время, энергию и всё прочее, да. А любой фильм – это очень серьёзная затрата всего вышеперечисленного, потому что он занимает полностью круглые, все 24 часа в сутки, да, и это происходит как минимум в течение полутора лет, а то и дольше. Когда перед тобой стоит такая задача, то ты понимаешь, что должен делать что-то важное, то, что останется и может хоть как-то повлиять на что-то, то бишь изменить нашу жизнь к лучшему, хоть немножко, но к лучшему. Петров Ивасечкин – это совсем другой Владимир Олеников. Это Владимир Олеников времён Яролаша, которых я сочинял и писал бесконечно, там их десятки было, да, то есть… Вместо Олеников – сорокалетней данности. В полной как бы жизнерадостности молодой автор, режиссёр, да, который вот хотел поделиться этой жизнерадостностью, этим юмором, который я хорошо чувствую и так далее. И поэтому для меня было абсолютно органично писать и снимать вот те истории, которые я тогда делал. И период кинокомедии, я думаю, что я прошёл. Последняя моя комедия – это была картина «Улыбка Бога или чисто одесская история», которая стала такой визитной к городу Одессы, когда прилетал в Одессу люди, они первое, что видели, это везде плакаты. «Одесса – это улыбка Бога». Это как раз цитата из моей картины. Это был 2008 год. После этого я понял, что я хочу работать в другом жанре и делать что-то более серьёзное. Ну, кроме того, это ещё свойство моего характера. Мне всегда хочется делать что-то новое. Думаю, что они никогда не повторяются. То есть каждый раз, когда я затеваю какой-то новый проект, в кино, в театре, в литературе, мне всегда хочется сделать что-то, к чему я никогда не прикасался раньше. Как бы открыть для себя какое-то новое окно для себя, для своих друзей, которым в первую очередь адресовано то, что я делаю. И, может быть, даже для своих коллег. Потому что очень многое я делал впервые вообще у нас в стране. Первый в стране детский мюзикл, вот как раз «Каникулы Петровой Ивановички». Первый драматический мюзикл. «Бендюжник и король» и последний, по-моему. Первый триллер я здесь снимал. И так далее, и так далее. То есть я много раз открывал эти окна. И сейчас, когда я столкнулся вот с этой темой мятежников, надо рассказать, что за тема. Да, в двух словах. Но в двух словах не получится. Расскажите в трёх. Несколько лет назад один мой друг рассказал мне такую историю, что дети-инвалиды спасли свой дом-интернат от посягательств каких-то корыстных чиновников и бизнесменов. И мне это очень понравилась идея, история. Я говорю, а где это произошло? Говорят, ну, кажется, это произошло то ли в Ульяновске, то ли, значит, еще где-то. Короче, не помню. Короче, в России. И я сел и стал обзванивать все вот эти интернаты по всей стране. Несколько дней у меня на это ушло. И разговаривать с директорами этих интернатов, с педагогами, те, кто откликался на звонки. И спрашивал, это у вас вот была такая история? И у меня все говорили, нет, 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 первый раз слышим. Нет, у нас этого не было. И в конце, когда я позвонил этому своему другу, я говорю, слушай, я не нашел, где это было. И он мечтал, что у меня все говорят, ну, а может, этого и не было, может, это миф такой. Но я уже был заведен. Меня это уже как бы... Вас уже было не остановить? Ну, уже взяло за живое. Я стал не просто уже звонить, а ездить в близлежащие интернаты подмосковные. Есть такие, их несколько. Один Дмитрий Рядин под Нарфаминском, ну и так далее. И общаться с этими директорами и детьми. Я должен сказать, что они все очень разные, эти интернаты. Это все зависит от директора, по большому счету, который подбирает персонал и который как бы рулит всем происходящим. Есть ужасающие совершенно, просто волосы дыбом от того, что ты видишь. А есть замечательные. Их мало, но они тоже есть, когда этим занимаются люди, которые неравнодушные, которые посвятили реально этому жизнь, спасению этих детей. Потому что надо понимать, что это дети больные. И не просто больные, а с тяжелейшими судьбами, потому что они, как правило, от них отказались родные. Как правило, родители от них отказываются. И по разным причинам. Ребенок рождается нездоровым, да, с физическими какими-то увечьями, с каким-то менталитетом тоже больным. Они не хотят мучиться, не хотят возиться. Опять же, денег нет или еще какие-то причины. Но от таких детей очень часто избавляются. И они попадают в... Их в буквальном смысле бывает выбрасывают на ум. И вот они попадают в результате вот в эти интернаты. Я с ними общался довольно много. Дети есть дети. А дети, они все равно прекрасны, с моей точки зрения. Они все равно о чем-то мечтают. Они хотят, чтобы что-то хорошее в их жизни произошло. Они страдают, они любят. И несмотря на вот эти, повторяю, тяжелейшие судьбы, среди них есть удивительные просто персонажи, которые, несмотря ни на что, все равно все преодолевают и добиваются, чтобы их мечты каким-то образом реализовывались. И это вызывает у меня абсолютное восхищение. Мы трижды подавали на гранд Минкульта этот проект. И вот на первый раз нас пролетели. На второй раз я привез на питчинг в Министерство культуры мальчик-подростка. Он уже выпускник, по сути дела, вот такого интерната. Мальчик-колясочник без рук, без ног. Но замечательный парень, музыкант, прекрасно мыслящий. Сейчас поступил в университет. Мы его выкатили на этой его коляске. И он, обращаясь ко всему залу, немножко стесняясь, какими-то такими простыми безыскусными словами, значит, пытался сказать, как важно, чтобы этот фильм произошел для него и для его друзей. И весь зал встал, и ему аплодировали. Просто была такая овация. И тем не менее, нас все равно прокатили. Мы не получили в тот год. Мы получили на третий год поддержку Минкульта. И, наконец, это кино сняли. Но перед этим этому предшествовала довольно большая работа, потому что сначала я написал книгу, потом по этой книге сценарий. И вот я начал с того, что надо делать что-то важное в своей жизни, особенно, когда ты уже изрядно пожил на этом свете. И вот я считаю, что это очень важный проект. И книга, и фильм. Потому что, может быть, что-то это изменит к лучшему, поскольку на этих детей, как правило, мало кто обращает внимания. Стараются в эту сторону вообще не смотреть. Несмотря на все декларации о том, что об этом надо думать, что мы заботимся о детях. То есть реальность, она отличается от декларации. Ну, кто будет тратить силы, время на то, чтобы как-то специально ездить в эти интернаты, как-то помогать, принимать участие в этих... Ну, в какой стати? Все заняты своими делами. А в ту сторону стараются вообще не смотреть, не замечать этих детей. Вот они как на обочине жизни, да? Они абсолютно на обочине. И удивительно, что я возил вот в интернат, от которого я как бы отталкивался, который стал для нас такой путеводной звездой вот на этом пути. Это дом Незнайки. В 40 километрах от Москвы. Совершенно замечательным директором Лины Салтыковой, которая уже далеко за 80, она около 40 лет занимается этим делом. Это ее детище, этот интернат. И там разные дети. Конечно, все они нездоровы, с кучей болячек, с кучей там каких-то дефектов физических и проблем. Но все равно для них это дом. Это дом, это семья. И вот это меня поразило. И об этом я хотел очень рассказать и в книге, и в фильме. Тут важно, наверное, сказать, что и там, и там все правда. На секунду отвлекусь. Там, вот я уже сказал, да, что надо делать, что это важно. Вот, скажем, позапрошлая моя картина «Небесная команда» на совершенно другую тему. О том, как такая дань, да, фильм, посвященный замечательной хоккейной команде «Локомотив», которая разбилась, как мы знаем, и погибла в авиакатастрофе. И возникла идея вот сделать такой кинопамятник этим людям. Это необычный фильм. И когда я готовился к той картине, я точно так же встречался с кучей народу, невестами, потому что там осталось полдюжины невест. В тот год, когда они разбились, должно было быть шесть свадеб намечалось. Значит, остались эти невесты, четыре из них так и не вышли замуж. Их родные и так далее, я за ними за всеми записывал, чтобы понять, что вообще это были за люди, вот эти хоккеисты. Оказалось, люди поразительные. Но это отдельный разговор. Я к тому, что вот и там была правда, и здесь правда. Я здесь записывал все за этими детьми. Вот все, что они мне рассказывали. Все истории, которые звучат в фильме, и которые описаны в книге, они все реальны, они все правдивы. С исключением самой главной линии девочки вот этой, которая ничего не говорит, и глазами которой мы видим все, что там внутри этого интернета происходит. Сейчас мы об этих аллегориях еще поговорим. Вот. Вот это придумано. Но тоже не совсем придуманное, потому что и такие дети бывают тоже. Так что вот таким образом это возникло. Я очень рад, что наконец нам довелось довести эту трудоемкую затею до конца, потому что у нас снималось много детей из этих интернатов. Реально. Они впервые в жизни вообще попали в кино, на съемки. Вообще я уверен, что для всех, кто участвовал в этом проекте, эти съемки... Сыграют роль в их жизни. Я думаю, что это останется как самое счастливое время, дай бог, чтобы я ошибался, в их жизни. По крайней мере, на сегодняшний день тоже точно так. Интересно, Владимир Михайлович, вы свой оптимизм закопали в ранней юности, еще 40 лет назад, перешли к трагедии, зато другим вы своей трагедии внушаете оптимизм. Нет, что значит, к трагедии. Я люблю, чтобы все истории заканчивались хэппи-эндом. Я оптимист по натуре, это правда. То есть трагедия у вас все равно заканчивается оптимистично? Ну, конечно, они же побеждают, мои герои, мои мятежники, в своем мятеже. На самом деле, это может быть даже такая... Была статья Китчина о фильме, он назвал это сказкой. Может быть, это и сказка. Но если не... Я бы назвал это притчей скорее. Видите, она мне, с одной стороны, близка к капитанской дочке, где там мятеж отображался на фоне такого быта старой крепости и судеб героев. А здесь окружающий мир отображается на фоне вот этого детского дома для детей-инвалидов. По большому счету. То есть это такая модель нашего мира. И что очень интересно, что восстали немые, слепые, восстали, вышли и сказали, нет, мы хотим жить по-другому. Хотя, казалось бы, они и сказать не могут, потому что немые, но своим действием сказали. Это такая интересная притча Олегория. Вот интересно, это у вас художественный образ возник на фоне того всего, что мы сейчас переживаем, или он возник как продолжение всего вашего творческого пути? Потому что я же знаю, что вы мятежник, по сути. Вот если посмотреть на ваш такой творческий путь, это путь мятежа. Постоянно как бы вы пытались выпрыгнуть из тех рамок, в которые у вас ставила жизнь. Пытался, да. Ну, это не первый раз, когда я пытаюсь рассказать какую-то историю, связанную с подростками. У меня, по-моему, была картина «Война принцессы», такая история Ромео и Джульетты, кавказский мальчик, русская девочка, две банды вот эти в 90-х. И мне казалось, что если эта картина состоится, да я по сей день так думаю, то, может быть, она что-то опять же изменит в нашей жизни, по крайней мере поменяет отношение к инородствам, то есть как-то изменит к лучшему вот эту ксенофобию, которая существовала и существует по сей день. А вы верите, что искусство способно на что-то все-таки повлиять? Многие говорят, что искусство ни на что не влияет, потому что люди переживают что-то. Нет, серьезно, вряд ли это способно, но вода камень точит. Я знаю, что вот каждый раз после моих фильмов или спектаклей люди выходят, пережив некий катарсис. А это очень важно. Переживание, да. Да, это очень важно. Это значит, что что-то хорошее в них произошло. Я вообще считаю, что надо делать в этой жизни то, что ты больше всего любишь, и делать это максимально хорошо, и тогда это кому-то поможет обязательно. То есть вы считаете, что переживание помогает человеку что-то осознать, к чему-то приблизиться? Безусловно. Но, к сожалению, Война Принцессы не вышла широко, и, соответственно, ни на что не повлияло. Но, однако, ценители ее все равно посмотрели. Кроме того, надо сказать, что в каждом вашем фильме вот эти юные герои, которых вы вылавливаете из омута окружающие нас жизни, потом продолжают какое-то развитие. Вот с Петровой Васечкина ваши герои сейчас общеизвестны. Это Егор Дружинин, в частности. Потом с Войны Принцессы Глюкоза. И не только Глюкоза. Кстати, Глюкоза играла отрицательную роль. Сейчас, когда все говорят, что она отрицательный персонаж, вы все тогда это разглядели, что она отрицательный персонаж. Работа с детьми это вообще особая режиссерская работа, требующая целого ряда качеств, которые здесь соединяются. Потому что режиссер, который работает с детьми, он обязан быть педагогом. Он обязан чувствовать этих детей, общаться с ними. Вообще, каждый режиссер, кто работал с детьми, он, конечно, вырабатывает целую сеть приемов. Там Ролан Быков, например, он придумывал какие-то игры, втягивал их в эти игры и таким образом добивался результата. Александр Митта, наоборот, чуть что хватался за голову, начинал орать благим матом. Дети пугались и делали все, что надо. И так далее. Мой метод совсем другой. Я считаю, что дети сами по себе ничего играть не могут. Вот эта принципиальная вещь, это то, на чем спотыкается огромное количество молодых режиссеров, которые начинают делать детское кино. Да, многие говорят, дети прирожденные, актеры, они все могут сыграть. Это полная хрень, извините. Позывайте вещи своими именами. Нет, это никак не соответствует действительности. Дети могут только наигрывать. Играть не могут, потому что их никто не учил. Соответственно, их надо учить. Потому что если ты их начинаешь учить на площадке во время съемок, то ты вылетаешь из графика, у тебя на это уходит очень много времени. Ты уже не успеваешь снимать то, что планировалось. Я на своих картинах с детьми, когда там есть дети, я делаю такую актерскую школу. Это настоящая актерская школа. Я сам им преподаю. Преподают мои друзья. Мы их учим актерскому мастерству, сценодвижению, сценречи. Пластики, хореографии. То есть все актерские дисциплины. Экспресс, актерский вуз. Да, да, да. С момента, как они утверждены, они поступают в мое распоряжение, и каждый день с утра до ночи они занимаются. Вот весь подготовительный период они учатся. Чем ближе к съемкам, тем больше им дается заданий, которые подводят их к их персонажам. И кончаются с тем, что они сливаются действительно с этими героями. Но они учатся предметно, чтобы зайти именно в своего персонажа. Да, да. Но поскольку школа очень интенсивная и очень серьезная, плюс дальше съемки, где она как бы утверждается и укрепляется, то, как правило, да, мои дети становятся профессионалами. Большинство из них уже как бы очевидно становятся артистами и иногда очень успешными. Вот, собственно, и все. Это очень такой простой путь. Вот. Но на самом деле я шучу, потому что это очень сложная работа. Плюс очень важно, какая атмосфера на площадке. Это безумно важно. Я всегда собираю группу вначале до съемок. И говорю, имейте в виду, у нас на площадке дети. Поэтому никаких криков, ни слова мата, чтобы я не слышал. Я уж не говорю о том, что там какой-нибудь запашок, если я почувствую, значит, мы расстаемся немедленно. Я этого не потерплю. У нас дети. То есть вы по своей сути строгий педагог. Ну, еще раз. Я убежден, что успех картины или спектакля во многом зависит от того, какая царит атмосфера во время работы. И я... И вы создаете атмосферу. Я придаю этому большое значение. Объясню. Скажем, по закону, детей можно снимать не больше пяти часов, да? Но за пять часов ты не можешь ничего успеть. Когда это растянется, съемочный период на бесконечность, ты вылетишь не только из графика, но и из всех бюджетов. Твоя задача организовать процесс таким образом, чтобы они не только не уставали, а чтобы... Получали удовольствие, да? Да. И я вот почему с такой уверенностью говорю, что для всех, кто снимался в моих картинах, это самый счастливый период. Да, для них это праздник. Это... Они не... Они могут работать и 10 часов, и 12, и 16. Праздник, за который им еще и приплачивают. Это важно. Они не замечают этого времени, потому что они купаются в этом. Потому что для них это... И я объясню, почему. Потому что они понимают, что они делают очень важную работу вместе с нами, со взрослыми, на равных. Мы все это делаем на равных. И я стараюсь с ними общаться на равных. Несмотря на то, что я взрослый, здоровый, повторюсь, человек, а это дети и больные к тому же. Но я стараюсь, чтобы у них не было этого ощущения. И тогда они максимально реализовывают. Они очень быстро... Вот это тоже удивительно. Они очень быстро взрослеют за время съемок. Вот до съемок и после съемок. Это всегда два разных человека. Потому что они каждый день получают столько всего, что по неволе взрослеют с дикой скоростью. Это очень важно. Интересно, интересно. Интересно. В том, в чем вы рассказали, я вижу аллегорию с государством. Если сравнить граждан государства с детьми, то вы так организовываете процесс, что граждане вам дают то, что вы хотите от них получить, они от этого получают удовольствие, и еще за это получают деньги. Это же идеальная система мироустройства. Поэтому понятно, почему с моделью вашего идеальной системы мироустройства все окружающее смотрится несколько иначе, как то, что можно изменить только мятежом. Внутренним или внешним. Ну, дело в том, что тут еще важная вещь. И режиссер, повторяю, работающий с детьми, тоже обязан об этом думать. Фильм – дело короткое, по большому счету. Семочный период – ну, месяц, ну, два. И он заканчивается. И что будет дальше с этим ребенком? Ведь с ним происходит такая серьезная психологическая трансформация. Ну, это марафоза, да. Он был обыкновенный мальчик, да, или девочка. Не важно. Его вдруг взяли, выдернули и поставили на пьедестал. Он стал уже необыкновенным. Он приходит к себе там в школу или в какой-то какого-то двор, или в компанию. На него смотрят как на божество какое-то. А мальчик или девочка с экрана или с телевизора стоит дороже, правильно? Не каждый может распорядиться этой стоимостью. Он привыкает к тому, что вокруг него крутится масса людей, взрослых. Его возят на машине. И за ним все ухаживают. Ему стараются всячески погладить по головке, что-то подарить, что-то подарить. И так далее, и так далее. И если еще родители неумно, мягко говоря, себя ведут и поддерживают вот этот культ некий, то дальше назревает большая катастрофа, потому что это заканчивается все. Вот только вчера было, а сегодня уже нет. Это и взрослому человеку трудно пережить, когда вот он стоял на педестале, а вдруг педестал выдернули. А маленький вообще ничего не понимает. Он начинает нервничать дико. Он же привык, если там месяц-два, к совершенно другому. Он начинает звонить на студию. Он не понимает, как это вдруг все прекратилось. Прекратилось? За что? Почему? Это бывает, заканчивается очень скверно. А вы их готовите, получается? Я готовлю, я обязательно общаюсь с родителями, потому что я их не могу подготовить. Здесь очень важно, чтобы родители соображали что-то. То есть вы чувствуете ответственность и пытаетесь выстроить с родителями коммуникацию, которая уже предугадает то, что дальше будет? Я вообще, не пообщавшись с родителями, я не беру ребенка. То есть фактически вы берете родителей, а ребенок как часть, как часть коллектива. Потому что если я вижу, что родители неадекватные, то это для меня очень такой красный флажок. Я всерьез буду думать, надо ли мне брать этого мальчика или его. Мы должны быть как бы в спайке, мы должны работать вместе. Они должны знать, на что они отдают ребенка. Очень многие сомневаются. Помню, как, скажем, сомневалась мама Лянки Грэл, которая снимала «Свойне принцессы». Потому что там сложнейшая, драматическая воля, там, бог знает, что должна девочка переживать и так далее. В конце концов, как бы я с ней договорились. То есть она боялась за судьбу девочки. Да, да, да. И каждый раз я на такие, на это наталкиваюсь. А мама Артура Смолененова не переживала? Или за мальчиков меньше все равно переживала? За мальчиков меньше он был постарше немножко. И он уже снимался к этому времени. У него был какой-то минимальный, но опыт. А Лянка впервые. Так что... Помните, у вас то же самое есть люди. Вот там в «Войне принцессы» главную роль играла девочка, которая, это, по-моему, ее единственная роль. Она больше не играла. Хотя, на мой взгляд, она как бы более талантливая, чем все остальные, которые были в ее ряду. То есть бывает так, что человек заходит в эту реку, выходит, и все, и больше туда не заходит. Но дело в том, что Катя Черепухина, так звали эту девочку, я ее на улице увидел. То есть вы детей подбираете на улице? Ну, я просто вот шел, и вдруг она идет навстречу с мамой. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп, секундочку. С этого началось. Я думаю, что у нее все шансы были стать крупной звездой. Я помню, что тогда даже американцы у меня просили ее. Но дело в том, что с этой картиной произошла целая Катавася, и картина не вышла. Ну да, вы же помните, я в курсе всех этих Катавася. Там был полный идиот, значит, инвестор, который просто загубил все будущее этой картины. Мало того, он стал вовлекать детей во все это, объясняя им, что все это надо переснять. И у Кати все это вызвало такое отвращение, вся эта возня, что отбила ей всякую охоту. То есть послевкусие, послевкусие, сам процесс съемок ей, наверное, понравился, как всем практически кто. А вот послевкусие после этого уже наложила свое... Чяжеление, да. Но там участвовал еще такой известный композитор во всем этом процессе. Да, да. Который сбил с толку как раз инвесторов, правильно? Ну да, бог знает, что там происходило. Вы всегда оказываете в центре чего-то. Или скандала, или радости, или фестивали. Это хорошо быть в центре. Смотрите, вот что мне интересно. Вы же в своей жизни застали даже 5 лет сталинского периода. При Сталине пожили 5 лет. Потом пожили при советской власти, при Хрущеве, при Брежневе, при всех остальных. То есть получается, вы можете смотреть перспективу, смотреть перспективу, исходя из своего опыта. Вот сейчас возвращается у молодежи, особенно которая не жила при советской власти, возвращается такое мнение, что вот тогда было все хорошо, все идеально. Такое будущее, будущее идеально. И вот капитализм нам подложил свинью и все испортил. Вот скажите, как человек, который жил в разные периоды социализма, что там, при социализме у нас не было недостатков? Да нет. Жизнь была крайне сложная. Высоцкий замечательно это описал в своей балладе о детстве. Система коридорная на 38 комнат, всего одна уборная. Это же реальность. И я вырос в такой квартире в Ленинграде. И все мои верстники росли в этих коммунальных квартирах. Ну как, это тяжелая жизнь, когда насильно с чужими людьми, ты должен каждый день жить, общаться. Это было связано с войной, которая только-только фактически прошла, да? Потом мы все оказались за железным занавесом. У нас не было поехать за границу. Это как на Луну полететь. Такое было ощущение. Когда привозили какие-нибудь там жвачку, ручки шариковые, джинсы. Это было невероятное. Я думаю, что любая юность, любое детство это все равно у людей ассоциируется с чем-то замечательным. Потому что это все равно... Ты по-другому смотришь на мир, даже на трудности. Начинается на период такого жадного поглощения мира. И что-то хорошее там обязательно происходит в этой юной жизни. Хотя бы потому, что ты это все видишь в первый раз. Но если так всерьез говорить, то, конечно, там это было очень мучительное, тяжелое для многих жизней. Но было ли что-то хорошее при советской власти? Безусловно, было. Опять же, возвращаясь к детскому кино, например, советская власть серьезно считала, что и абсолютно правильно, что детское кино – это что-то очень важное. Может быть, самое важное. Поэтому на детское кино выделялось гораздо больше денег, чем на взрослое. Сейчас все наоборот. Сейчас обратно пропадает. Сейчас в течение 30 последних лет все наоборот. То есть, если там пленку нам выдавали на детскую картину 1 к 15. То есть, можно было делать до 15 дублей. Не 1 к 3 или к 4 максимуму, как на взрослых картине, 1 к 15. Подгодовительный период был не 2, не 3 месяца, как на взрослой картине, а до полугода. То есть, все понимали, как это сложно и старались максимально помочь. То есть, мастер детского кино был на вес золота. Да их было по пальцам пересчитать. Вот Ролан Быков, с которым вам довелось сотрудничать. Да, да. Вы, вы, там, и еще, наверное, там пару человек больше-больше. Грамматиков. Грамматиков. Да, да, да. Но все равно их намного меньше, чем так называемых взрослых треницеров. Потому что это гораздо более сложная работа. Она куда более тяжелая. А результат... Плюс же вы, фактически, снимая детское кино, вы формируете нового человека. Вы не просто выдаёте продукт, да, как со взрослым артистом. Вы формируете нового человека. Формируете его как какое-то мировоззрение отчасти, да. Формируете его путь в будущее. Вот что вы, вот, пройдя такой путь, можете сказать о нашем сегодняшнем времени? Вот вы сегодня преподаете там в Академии Михалкова, да, ведёте курс жанрового кино. Являетесь таким признанным специалистом по жанровому кино. Вот скажите, вот вообще есть у нас перспектива? Потому что многие говорят, что раньше была перспектива, было всё не очень хорошо, но мы считали, что вот завтра будет лучше. Для этого надо только приложить усилия. А сейчас, говорят, какая-то странная ситуация. Никто не верит в то, что завтра будет лучше. Все считают, что завтра будет только хуже. Как и вы. Вы тоже от оптимизма юношеской перешли к трагедии, но у вас любая трагедия заканчивается оптимизмом. Поэтому вы тут важный эксперт. Вы сказали, а чем вот эта окружающая нас трагедия закончится? Вот как режиссёр, если вы посмотрите на нашу жизнь, как на съёмочную площадку. Ещё раз повторюсь, я верю, что всё равно всё должно заканчиваться хорошо. Иначе нет смысла вообще жить, иначе нет смысла что-либо делать, если ты в это не веришь. По крайней мере, я там живу и стараюсь передать это ощущение моим зрителям и читателям. Я считаю, что люди, которые приходят в мой театр или на мои фильмы, они должны выходить с ощущением вот этого добра. Веры во что-то. Веры во что-то, что должно кончиться хорошо. В каком сейчас состоянии кино наше, если в Гомодетском кино, впервые за последние несколько десятилетий стали вкладывать большие деньги в детское кино. В государство. Да, и это правильно. Это правильно. Появились сразу какие-то результаты. Там Чебурашка, который побил все рекорды на свете. Самый кассовый фильм, снятый когда-либо у нас в стране. Вообще Чебурашка родом еще из нашего детства. Как бы на коленке делать качественную детскую картину, которая будет конкурировать с Голливудом или Западом, это абсурд, это нереально. А сейчас это стало реально, то есть появились надежды. Студия Горького возрождается бурно, причем устраивается. Огромный киногород уже построен, где она должна реализовывать свои проекты. Я сам сейчас сотрудничаю с этой студией очень плотно. То есть появилась какая-то реальная надежда на то, что... Да, мир иллюзий создается. Вот сейчас сделали вот эту огромную площадку Москино, которую якобы еще собирался сделать в Таллине, но не смог. Студия Горького. Там невероятно. Я, например, это связываю с тем, что в окружающем нас мире надо создать какой-то мир иллюзий. Это правда. Для того, чтобы человек, погрузившись в этот мир иллюзий, лучше переживал все, что его окружает. Но мы с вами говорим, что вы говорите, что переживая это, все равно человек делает шаг вперед в реальной жизни. Да, конечно. В том или ином. Безусловно. Потому что... Ну как? Я всю жизнь рассказываю в своих фильмах, спектаклях, книгах истории любви. Необычные истории любви. Это главное, что меня вообще интересует жизнь. Потому что... Вы до сих пор интересуетесь любовью. Ну, музыка. Это у вас есть? Говорят, у каждого деятеля искусства есть музыка. Это основная, главная человеческая эмоция. Без любви ничего не может быть, на мой взгляд. И я стараюсь рассказывать вот эти истории, потому что они, повторяю, могут помочь людям. Они могут чем-то их поддержать. Но все эти истории, они все равно обязательно включают в себя настоящий драматизм. Не бывает хорошей истории, а в основе моей работы всегда история, хорошая история. Это главное. Не бывает хорошей истории без драматизма. Если это история про борьбу хорошего с лучшим, она никому не интересна. Тем интересно понять, как герои, персонажи эти переживают и преодолевают те препятствия, которые на них сваливаются. Потому что люди ассоциируют себя с ними. И тогда, видя, как кранные или книжные герои это преодолевают, у них появляется надежда, что и они это смогут. Они преодолевают, по большому счету, вместе с ними. А скажите, имея такой инструментарий, как кино, вы им уже давно владеете, зачем вам театр тогда? Вот театр Анте. Вот что вы можете сделать в театре из того, что не можете сделать в кино? Это совсем разные профессии. Совсем. Хотя и то, и другое зрелище, да, но это совершенно разные профессии. Кино, автор, режиссер, как я, он работает в съемочный период под диким стрессом. Потому что он должен успеть за короткий срок, хоть гигантский объем, плюс каждую секунду он принимает какое-то решение, которое необратимо. Его изменить уже нельзя. Это как огромная мозаика, которая только у тебя в голове. Нет ни одного человека на площадке, который знает, что у тебя в голове. Только режиссер это знает. Даже оператор далеко не всегда знает. И вот каждый камушек этой мозаики, он должен попасть точно в это гнездышко, чтобы вся картина сложилась. Точно этой окраски, точно этой огранки. Поэтому очень часто работу режиссера на съемочной площадке сравнивают с тем, какая нагрузка. Нагрузку испытывает летчик-испытатель каких-то гигантских летательных аппаратов. Но он там испытывает эту нагрузку час-два, три, да? А тут ты ее испытываешь неделями. Это большая разница. Поэтому очень часто режиссеры, которые серьезно работают, они после съемок совершенно бездыханные. Необходимое время. Психологическая нагрузка. Реабилитация. С чем другая работа в театре? Это счастье. Абсолютное наслаждение. Тобой не капает. Толпа вокруг не кричит. Ветер не дует. Холод тебя не пронизывает. Ты сидишь под крышей в окружении, значит, любимых тобой артистов. И создаешь, придумываешь. Это просто вот райская такая, по сравнению с работой кинорежиссера, работа. Целый день что-то придумывали, делали, радовались. А на следующий день ты приходишь, говоришь, давайте, ребята, все переделаем. Я вот ночью проснулся и понял, что это все можно сделать лучше, иначе. И опять эта радость передел. Ну, то есть, это совсем другой принцип работы. То есть, там нет ничего закончено. Все постоянно видоизменяется. Это совсем живой, это такой живой организм, спектакль. Ни один спектакльник бывает точно похож на другой. Он всегда немножко иной. Каждый раз это абсолютно живое дело. И в этом прелесть, в этом кайф. Создается сиюминутно и живет тоже, пока живы эти артисты. Потому что, если они меняются, это уже другой спектакль. То есть, это вот все, вот эта сиюминутность театра, она, наверное, вот очень трогательна. Она очень важна, потому что... Ну, то это то, что никогда не повторится больше. А потом, кроме того, это игра. Это большая игра. Артисты выходят на сцену и делают вид, что они не знают, что тут сидят зрители. Так называемая четвертая стена, да? То есть, они делают вид, что они думают, что они одни. Зрители, которые приходят, делают вид, что они верят, что артисты не знают, что они тут сидят. То есть, все договариваются по такой общей условной игре. И получают от этого огромное удовольствие. И те, и другие. Потому что все вместе в это играют. Ничего. То есть, зритель это участник? Ну, Обязательно. В нашем театре особенно, потому что мы часто размываем границу, мы убираем эту четвертую стену. Некоторые спектакции шли прямо в зрительном зале. То есть, у вас в театре артист знает, что здесь есть зритель, а зритель знает, что здесь есть артист. Да, да, да. И вы сквозь это стенку убираете. Мы убираем стенку. Но, кроме того, уникальность нашего театра стоит в том, что у нас в каждом спектакле соединяются потрясающие оперные солисты и, вычитывая, таланты и драматические актеры. Плюс еще одна фишка театра, у нас живая музыка всегда. У нас замечательные артисты оркестра. Оркестр собран потрясающе. Состав меняется в зависимости от спектакля, но это всегда живая музыка. Вот. И все это вместе, конечно, производит сильное впечатление на зритель. Музыкально-драматические театры, анты вперед. Вперед – это куда? Вот скажи. В куда вперед? Вперед – это значит, как я уже говорил, это значит к новым открытиям. К новым открытиям, к новым надеждам, к новым переживаниям. Совершенно верно. Владимир Михайлович, с вами хорошо. Мы хорошие с вами пережили моменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok